Медицина будущего Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Добрый вечер! Добрый вечер! И это означает, что мы сегодня будем говорить про здоровый образ жизни. Александр Владимирович, вот каковы вообще основные риски, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям? И я говорю, конечно же, про риски в сфере здоровья. Я думаю, что начать нужно с самого начала, с образа жизни, потому что эти риски, они расположены, ну вот как мы на лекциях обычно рассказываем, как бы на определенных таких этажах. Но все начинается с образа жизни. Это нижний этаж? Ну, нижний, это нижний этаж, да. Вот. И этот образ жизни, он, по сути дела, в себе содержит очень небольшое количество факторов поведенческих. Иногда даже возникает дискуссия, люди удивляются, люди привыкли, ну, им как-то обидно, что как вот там всего, то есть 4-5 факторов, там вообще формально 4 даже. Вот, как-то хочется больше. Но нужно понимать, что именно поведенческих факторов риска, их всего, их можно немножко по-разному делить, ну, вот по классической трактовке их 4. Это правильное питание, это достаточное движение, это отказ от курения и отказ от злоупотребления алкоголем. Более того, что интересно, уже несколько лет как, здоровый образ жизни в Российской Федерации имеет четкое определение, сформулированное Росстатом, потому что Росстат считает число граждан, практикующих здоровый образ жизни. Ну, как они это делают. Да, да, а вот, значит, на самом деле те факторы, которые я перечислил, все так и есть. Единственное, питание разбивается на два, это ограничение поваренной соли, не более 5 грамм, и увеличение овощей и фруктов 400 грамм и более. То есть вот тогда у нас получается с 4-5. Суточная норма, да. И дальше вот это все анкетированием определяется. И единственное, что они вот все, кроме курения, считаются условно равноместными факторами, а курение особым фактором. То есть, если человек, допустим, не курит и какой-то один из других факторов отсутствует, то это считается, ну, частично здоровый образ жизни. Но если человек курит, то тут, ну, это, собственно, логично, да, тут уже никакой речи не идет. Курение – это уникальный фактор риска, уникальный в смысле своего негативного воздействия на здоровье. Нет того органа и системы, который не поражается курением, поэтому человек в любом случае должен не курить. Вот прощается иногда отсутствие одного из факторов условно. Вот. Вот эти вот 4 поведенческих фактора. И это самый низкий уровень. И это самое основное. И люди говорят, когда, а где же давление, а где же даже ожирение? Понятно, что это все есть, и мы про это сейчас поговорим, но это не является нашим поведением. Вот надо понимать эту грань. В поведенческих их всего 4. То, что мы делаем, либо не делаем. И эти факторы имеют в себе один недостаток для мониторинга, для наблюдения за ними. Они все очень субъективны. Ну, вот видите, я уже перечисляю, да? Совершенно верно, да. Вот я когда перечисляю, ни к чему прям даже не прицепишься, да, обидно. То есть посчитать-то сложно. Ну, понятно, анкета, понятно, опросник. Не совсем то, что нам хочется. И поэтому начинаю отвечать уже здесь на вопрос. И если человек на поведенческом уровне не соблюдает вот эти вот принципы поведенческие, здорового образа жизни, он смещается как бы на ступень выше, хотя по сути дела надо говорить ниже, потому что это уже хуже, в область так называемых промежуточных факторов. Почему они промежуточные? Промежуточные, потому что они промежуточные между поведением человека и болезнью. Он еще не болен, но уже возникли существенные сдвиги. Что их тоже четыре, кстати говоря. Да, очень удобно. Да, это весь, ну, их, конечно, больше, но четыре группы. Первая группа – это все, что связано с весом, это масса тела, это индекс массы тела, это окружность стали у мужчин, это импеданс сметрии, как соотношение жира и воды, мощный масс, это весь блок. Это все, что связано с артериальным давлением, это уровень холестерина, конечно, тоже не так все это может быть просто холестерин, может быть липидный спектр, но концептуально липидный спектр крови. И глюкоза тоже там, может быть глюкоза, может быть гликированный гемоглобин. Вот, то есть, и видите, вот что здесь очень важно, почему вот надо понимать это все в совокупности. Вот четыре поведенческих и четыре промежуточных, потому что, опять же, только о перечислении промежуточных факторов вы поняли, что они-то в отличие. От поведенческих факторов все очень дешево, очень быстро, прекрасно измеряются. Измеряются, да. И, по сути дела, образует цифровой портрет здоровья, отражающий вот эти четыре поведенческих фактора. И вот это прекрасно, но мало кто это понимает, потому что люди, к сожалению, склонны к одной из двух крайностей. Либо это, ну, такая эпохондрия, хождение по врачам, поиск у себя вечного серьезного какого-то диагноза, застревание на каких-то своих болезненных. Ощущениях, переживаниях – это одно. А второе, то, что я, может быть, не очень вежливо называю оголтелый ЗОЖ, это такая позиция, а для чего же я занимаюсь здоровым жизнью, чтобы анализы, что ли, сдавать? Вот. И, соответственно, ничего не знаю и знать не хочу. И поэтому вот когда меня спрашивают, слушайте, а я вот выбрал для тебя такую тибетскую гимнастику, а я теперь ем пророщенную пшеницу, а я вообще теперь ничего не ем. Это хорошо или плохо? Я говорю, давайте мы вот посмотрим ваш цифровой портрет, вот эти четыре фактора промежуточных, померяем, просто померяем. Это можно сделать и бесплатно в процессе диспансеризации в Центре Здоровья. А через полгода посмотрим, куда они движутся. Если вес у вас идет вниз, сахар вниз, холестерин вниз, давление вниз, ну, прекрасно, значит, вам и есть, вам и есть, вам и есть-то не надо, да. Вот. Или, значит, это тибетская гимнастика, это ваша гимнастика. А если нет, потому что иначе мы впадаем, конечно, в безграничный субъективизм, нам всем кажется, что мы вступили на путь ЗОЖ, и что вроде бы уже и питание у нас, да, с понедельника, совсем все уже другое, и вроде как шаги мы набрали. Поэтому вот это понимание вот этих двух уровней поведенческих факторов риска и так называемого цифрового портрета здоровья, и на самом деле я хочу сказать, у нас население очень образованное, в принципе, человек вполне способен 4-5 цифр про себя и запомнить, и записать куда-нибудь. Я не к тому говорю, что мы там не должны знать, конечно, врачи проконсультируют всегда, но, в общем-то, вреда не будет, если человек будет понимать, где он находится вот по этим базовым цифровым портретам. Нет, ну важно же все в своих руках держать и под своим контролем. Я хочу вернуться немного вот к тому, о чем вы говорили, понимает человек, не понимает про свое здоровье. Вот мы проводили опрос перед тем, как готовились к нашей с вами программе, и я как раз спрашивала людей, что больше всего влияет на наше здоровье. Так вот, результаты хочу рассказать вам. Значит, 50% опрошенных считают, что здоровье зависит от окружающей среды, 100% считают, что от образа жизни, и по 25% считают, что от врачей и от наследственности. Как вам вот анализ? Я готовился, я знаю правильный ответ. Поэтому 50% образ жизни, 20% наследственность, 20% окружающей среды, 10% здравоохранения. Просто это уже определено экспертами достаточно. Но, кстати, не так уж далеки. Ну, смотри, тем не менее, это же говорящий достаточно такой результат. Вот почему люди считают, что все-таки 100% это от образа жизни? Ну, так и есть, в основном. И эксперты считают, самый большой процент, 50%. Во-первых, в каком-то смысле это действительно для человека это почти 100%, потому что это тот единственный рычаг, который есть у него в руках, чтобы кардинально повлиять на свое здоровье. То есть, да, в глобальном смысле это 50%, но на генетику ни человек, ни мы пока влиять не можем. Здравоохранение всего 10%, с окружающей средой, но все, сами понимаете, непросто. То есть, это и есть ресурс. Так что эти люди, они на самом деле зря в корень, который говорят, что 100%. Если вы опоздали к началу программы, сообщаю, что сегодня в нашей студии главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Программа называется «Что-то не так». И вот что пошло не так в организме, об этом мы, собственно, и говорим сегодня. И чтобы оно не пошло не так. Вы сказали, что есть две крайности – бесконечные поиски заболеваний и другая крайность – оголтелый ЗОЖ. Я вас цитирую, да. Вот. Я не знаю, вообще, стоит ли задумываться, что хуже, что перспективнее для организма. Но, по сути, ведь бесконечные поиски, походы по врачам, анализы – это же, может быть, не так уж плохо, зато уж точно ничего не пропустишь. Пропустишь? Пропустишь. Если, опять же, потому что нужно сдавать то, что нужно, и когда нужно. И, допустим, вот тоже некоторые люди говорят, вот что, вот диспансеризации мало, а не то. А где УЗИ? А ведь на самом деле в объем диспансеризации вот те полувозрастные критерии, которые выставлены там, они действительно позволяют за достаточно ограниченное время осуществить так называемый скрининг, потому что все невозможно посмотреть. И посмотрев что-то ненужное, можно пропустить что-то нужное. И та же диспансеризация, она не только определяет группу здоровья, это там, допустим, все знают, а в ней заключено, ну, я не знаю, я назову какие, даже по количеству не знаю, много скринингов, да? Кардиоскрининг, то есть скрытые заболевания сречесосудистой системы, скрининг состояния органов дыхания, онкоскрининги, и их там много, это шейка матки, это молочная железа, это желудок, это кожа, и колоректальный рак, кстати говоря, основной убийцы сейчас, который выходит на первое место перед раком молочной железы, и эндокринный скрининг, сахарный диабет, и новые, относить новые понятия, очень интересные, мне оно нравится в таком поэтическом названии, старческая хрупкость, то есть выявление, вот это особое состояние, это не просто старость, это не болезнь, ну, у нас сейчас не лекция, я не буду углубляться, но это очень концептуальное понятие, да, не буду сейчас в него углубляться, ну, просто его надо выявлять, ну, мы отдельно проведем, тема следующей программы, да, тема следующей программы, да, что же это за хрупкость, так я к чему говорю, вот из того, что я перечислил, это же, во-первых, это не мало, а потом, это действительно, причины не просто чего-то там, а это то, что, во-первых, убивает, во-первых, убивает очень многих людей, убивает рано, и иногда либо скоропостижно, либо, скажем так, бессимптомно развиваясь, то есть, вот эти вот все вот скрининги и те заболевания, которые они выявляют, они тоже, слушайте, вы догадаетесь, по сколько групп они объединены? В четыре? В пять? Нет, нет, в четыре, это оценка, пять, в четыре группы, да, хронические неинфекционные заболевания, то есть, это болезнь системы кровообращения, болезнь органов дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет. Вот это не все болезни, но это те болезни, вот которые отличаются вот этими вот подлыми свойствами, которые я перечислил. То есть, это очень, это массовая смертность, смертность иногда молодых, смертность либо скоропостижная, либо с бессимптомным приближением. Вот, то есть, и это, кстати говоря, третий этаж той самой пирамидки, про которую мы говорили. Не последний? Нет, еще два. Нет, не последний. Вот, то есть, третий этаж, это наличие вот этих уже заболеваний, хронических неинфекционных заболеваний. И особенность здесь уже заключается, потому что на первом и втором этаже, в основном, все зависит только от человека, и минимальная консультативная, динамитическая помощь медиков. Здесь, конечно, это уже содружество, это взаимодействие хорошего врача, который правильно лечит эти болезни, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, хроническую абсурдивную болезнь легких и так далее, и пациента, который привержен лечению. И вот что тоже очень важный момент, у нас, к сожалению, иногда у людей есть такая патерналистская модель, но чтобы кто-нибудь взял и вылечил. У нас практически, ну сейчас до следующего уровня, если мы дойдем, пирамиды, там единственное исключение, а так вот мы идем, но нет, помощь, она должна быть большой, она должна быть квалифицированной, но в целом, это везде принцип двух ключей, или двух замков, как угодно, то есть без работы пациента, или здорового человека, без его активного участия, не взлетает. Мне, вот знаете, нижние этажи нравятся больше, честно говоря, мне как-то там комфортнее, и я, ну не смешно, конечно, но поскольку вы еще не сказали верхние два, я подозреваю, что наверху там вообще, ну памятник, да, всего скорее. Вот, поэтому, поэтому еще раз, ближе к земле. Хорошо, а вот оголтелый ЗОЖ, ну а здесь-то что плохо, если человек вот полностью, не надо мне врачей, вот здоровый образ жизни, дышит свежим воздухом, там, гуляет, правильную еду, спорт, ну. Так, а как, вот я сразу накидываю примеры, вот, допустим, спорт, ну, во-первых, спорт сразу... Ну, физкультура, физкультура. Человек, индекс массы тела 32, ожирение, первая степень, насмотрелся телевизора, пошел бегать, в лучшем случае повредил суставы, в худшем инфаркт миокарда, кстати, один из жильцов третьего этажа, вот, и так далее. Дальше. Диета. Я не, как бы, не хочу называть некоторые диеты, их все знают. Диета. Сбросил 3,5 килограмма, при этом мочекаменная болезнь, при этом панкреатит, холецистит, неизвестно, что еще. Один вариант. Это такое, пожестче, помягче. У девочек, женщин бывает, да, ну, у мужчин мышцы, скажем так, более сохранны, уже и мужчины, на самом деле, плохо соблюдают диеты, это их спасает от плохих диет. А женщины бывают, конечно, весьма упорны, даже в очень деструктивных диетах. И вот, есть такая раскачка, которая заканчивает состоянием скини-фэт у женщин, когда идет эпизоды, ну, как бы, резкого самоограничения, ну, или там, диета капустного листа, как я ее называю, или как угодно можно называть, но ничего не ест, короче говоря, теряет вес за счет чего? За счет мышц. Почему за счет мышц? Организм не дурак, в него перестали поступать питательные вещества, но он думает, то ли война, то ли голод, ну, в общем, все плохо, что переводит себя в максимально охранительный режим, максимального сбережения, и думает, где можно сэкономить. Есть жир, это как бы последний НЗЗ запас, он карманом не тянет. Есть мышцы, которые, кстати говоря, не используются, а мы берем человека, который не понимает, что нельзя не напрягать мышцы, не заниматься физической культурой, они не используются, так норовят еще потреблять энергию в покое. Естественно, здравомыслящий организм начинает понемножечку эти мышцы уменьшать. Настолько умная система. Да, да умная, но здесь так получается. Вот, и, но человеку плохо, у человека слабость, кушать хочется, сил нету, и вот они, эти женщины, потом приходят, говорят, слушайте, мы не поймем, мы хлеб понюхаем, плюс 300 грамм, а я им верю. Правильно, они в такой режим ввели организм, правильно, они потом съели все, что угодно, и все это куда-нибудь, в жир, то есть мышцы уменьшаются, жир увеличивается, и надо бы пойти в зал, а в зал-то пойти тяжело, потому что, вот этот порочный круг, это по-английски называется skinny fat, по-русски, ну я не знаю, как худо, художирный, жирно-худой, по-русски некрасиво звучит, но смысл в том, что распространенные, вот, ну, то, что целлюлит в народе называется, практически нету мышц, и из этого порочного круга трудно выйти, потому что надо бы есть и заниматься спортом, но спортом заниматься трудно, потому что нету мышц, а начинаешь есть, образуется вместо мышц жир, и вот... Ну, а как тогда справиться с этой проблемой? Ну, из этого надо уже выходить долго, с тренером, с импедансометрией, с прочими вещами, ну, мы это же на самом деле, мы не отвлеклись, я ответил на вас вопрос, а к чему может привести оголтелый ЗОЖ без мониторинга собственного здоровья, вот к этим вещам. И это еще и такие легкие назвал варианты. Давайте еще отвлечемся, на минуточку, и узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. В Самарской области приостановлено действие масочного режима, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. С 31 мая ношение масок не является обязательным. Более 20 больниц Самарской области вернулись в штатный режим работы. Это оказалось возможным благодаря улучшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Помощь при данном заболевания сейчас оказывают в 8 больницах в губернии. За неделю 256 жителей Самарской области обратились в больницы из-за укусов клещей. Всего с начала весны таких случаев 1572. Заболевание клещевым энцефалитом и баррелиозом не зарегистрировано. В Минздраве России состоялась коллегия по борьбе с болезнями сердца для профилактики риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний гражданам рекомендовано ежегодно проходить диспансеризацию, особенно мужчинам трудоспособного возраста. В больнице Середавина прошла четвертая всероссийская научно-практическая конференция по таракальной хирургии в постковидный период. Ведущие таракальные хирурги страны собираются в Самаре уже в четвертый раз. В рамках мероприятия состоялись трансляции показательных операций и выступления ведущих специалистов службы. Это программа «Звоните доктору» и сегодня с главным врачом областного центра здоровья и медицинской профилактики Александром Муравцом мы говорим о том, как прожить долго и не больно, скажем так. Ну что, мы поднимаемся выше? Ну, если вы настаиваете, то да. Вот когда я разговариваю либо с населением, даже иногда с студентами, с врачами, и они говорят, слушайте, у вас очень несправедливо. На всех уровнях пациенту приходится стараться больше. Ну, на третьем, правда, примерно в равных частях. Это нечестно. Я говорю, почему все честно? Больше, чем доктору? Да, больше, чем доктору. Ну, нет, это так. Это так, так правда, да. Я говорю, ну, ничего, все как бы в какой-то мере кому это не нравится, для них есть следующий уровень, но вряд ли он кого-то порадует. То есть это уровень так называемых острых катастроф. То есть это когда, значит, соответственно, на поведенческом уровне человек, к сожалению, не соблюдал, принципы здорового образа жизни, не мониторил, куда он движется, двигался он в плохом направлении своими вот цифровыми этими параметрами здоровья, не лечил свои хронические заболевания, когда они развелись. И тут, на этом всего два жильца у нас, условно, таких основных на этом уровне. Это инфаркт миокарда и церебральный инсульт. Вот на этом уровне, кому, скажем, лень было заниматься собой ранее, да, действительно. От пациента зависит мало что, да, потому что, значит, ну, пипикает аппаратик, лампочки моргают, вот, медсестры суетятся, то есть человек находится в реанимации с острой катастрофой. Но я хочу обратить внимание на немаловажный факт, даже и тут, ну, не совсем уже время, а вот до этого все равно есть место для проактивной позиции пациента. Даже если, когда уже, ну, многое запущено и многое непросто и нехорошо, люди должны знать, и сами люди, и их родственники, ранние признаки инфаркта, ранние признаки инсульта. Все равно еще многое можно спасти, если не пропустить. Особенно, конечно, это касается инсульта, потому что, вот, бытующая практика, что-то как-то плохо, может быть, поспать, отдохнуть, то есть можно положить спать относительно сохранного человека, проснется уже совершенно иной человек. Ну, вы меня напугали, я уже потеряла даже способность дальше задавать. Нет, но можно, зная ранние признаки инсульта, можно вызвать скорую помощь, и зачастую, если там в золотой час, а на самом деле это не час, а там чуть более трех часов, провести специфическую терапию, но это не прича... Ну, опять же, не будем входит в детали, это касается ишемического инсульта, можно, ну, как бы не то, что остановить его, а практически человек через несколько дней выйдет, ну, как будто ничего не было. Но здесь вот и поэтому слоган есть, и федеральные компании, и самарские, вот по инсульту, главное успеть. Очень здесь правильный слоган. Ну, тогда уже договариваем, наверное, про последний этаж. Нет, ну, это неопределенность, то есть как бы там упростительный знак, то есть выход после катастрофы, очень малый процент и очень большими усилиями медика и человека это восстановление здоровья почти до нормы, но вы сами понимаете, это, конечно, маловероятно здесь, хотя бывает, бывает стойкая утрата трудоспособности, самый частый вариант, ну, и наиболее неблагоприятный исход. Но ведь создается ощущение, что по этим этажам вверх-то мы идем уже, ведем себя сами, получается. Так получается, конечно. И время ногу, вроде бы, отпущено для того, чтобы остановиться, чтобы подумать, чтобы разобраться, да, и не допустить прогрессирования вот этих вот негативных процессов, да. Ну, вот смотрите, привожу в пример, одного из докторов, возможно, он нас сейчас слышит, доктор, который курит. Мы ему, я его пыталась спрашивать, а разве это не вредно? Он говорит, нет. Это не вредно по той простой причине, что я таким образом сохраняю свою нервную систему, поскольку стресс приносит гораздо больший вред организму, и вообще самый страшный вред. То есть доктор избегает стрессов, выкурив сигарету. Ну, давайте скажем так, доктор лукавит. Я переведу это все на русский. Доктор, когда хотел бросить курить, доктор не смог бросить курить, потому что это очень сложно, потому что это зависимость. И центр химической зависимости, ну, как бы, мы с вами в очень своей работе сталкивались, в том числе даже с потребителями наркотиков, и представляем, что такое химическая зависимость. И, действительно, это все не без психики. И, сделав 2-3 тщетных попытки бросить курить, запускается охранительный процесс. Ну, чтобы, ну, не признать вот эту, как бы, как сказать, неизбежность, невозможность, хочется, или механизм избегания психологического. И вот тогда подобные формулы и сентенции излагаются. Так что я здесь, конечно, не поддержу. Я сейчас, я разовью даже эту мысль. Вред курения доказан, наверное, сотнями тысяч доказательных статей и доказательных работ, а еще, интересно, доказан тысячами исков миллионных. Да, суд, это все-таки суд, не было бы доказательств, деньги бы не платили. Стресс намного более эфирное понятие. Наверное, вы все знаете людей в разной жизненной ситуации, и вы мне не дадите соврать. Иногда у человека формально, да, ну, просто все, все ужас-ужас, да, а он как-то, ну, какой-то духовной силой живет, да, чувствуется сохранным, доброжелательным к себе и к другим. Есть же такие люди? Безусловно. А есть человек проснулся, всегда, значит, пошел на кухню, то ли эти хлопья уронил с полки, то ли кофе... И это выбило его из равновесия. И вот его состояние психическое хуже в разы, чем вот того. Так где этот... Он, понимаете, тут не в сигаретах и не в жизни, он в нем. И это, в общем, тема совершенно другого еще третьего разговора нашего с вами. Да, мы с вами запланировали уже нашу работу. Вот я очень это как бы... Вот я считаю, что на самом деле много говорят про стресс те люди, которые не хотят более реальные вещи с собой делать. Александр Денич, мы должны с вами все-таки успеть подвести итог в плане того, что... А можно ли как-то самим за собой наблюдать? Ну, то есть, есть какие-то факторы, что минимальный, какой набор диагностический человек должен иметь все время в голове и выполнять? Я его сегодня перечислил. Конечно, это контроль общего самочувствия и работоспособности. Вот. Это контроль веса, причем сейчас же можно купить... Я всегда говорю, как бы потратив порядка 10 тысяч рублей, а, наверное, и 7, можно приобрести себе умные весы недорогие, 2 500 будет, я бренда не называю, наверное, можно говорить, да? Фитнес-трекер не умные часы за 30, а фитнес-трекер за 2,5, это будет всего 5. Он будет считать что? А кроме пульса ничего считать не надо, потому что он будет считать под нагрузкой, но это уже дальше тоже, это четвертая наша встреча, как пользоваться этими гаджетами. И в телефон поставить программку хорошую счетчика калорий и за 1000 рублей на год сделать ее платную версию, ну, чтобы она прям без ограничения работала. Все, упакованный. Это реально просто чудеса может сотворить. В принципе, человек способен запомнить и свой уровень глюкозы, я не вижу здесь ничего из ряда вон выходящего. И, кстати говоря, приобрести глюкометр, мерить давление, если есть проблемы с давлением, да, вот, и вот мы, собственно, все перечислили. И иногда, да, и иногда, это очень просто, мы распространяем периодически такие памятки и такие дневники самой контроля, где вот можно сверху написать дату, а потом написать, а на самом деле можно не распространять, можно в Excel, кто любит компьютер, а можно на бумаге, кто любит тетрадку, четыре цифры какие написать и раз в полгода их смотреть. Из них, я говорю, три можно дома посмотреть. Холестерин можно посмотреть либо дома, но дороговатые тест-полоски, можно в центре здоровья, диспансеризации или сдать в лаборатории. Сейчас так, навскидку, сколько центров здоровья не скажете в городе? В смысле? По количеству приблизить. Тут, знаете, немного сложно считать, потому что мы их тут периодически вот объединяем. Вот, у нас, значит, есть пять центров здоровья на базе нашего центра здоровья. Вот, и, значит, в Тольятти есть центр здоровья, Кенель-Черкассы, так что, вот. Но центр здоровья, тут просто я к чему, я не... Что здесь важно? В центр здоровья можно обращаться не по прикреплению. Я почему говорю здесь? Я не хотел бы здесь перечислять лечебное учреждение, потому что здесь это не принципиально. Если мы говорим про диспансеризацию, то надо обращаться в свое. В свое, конечно, в поликлинике. А здесь, пожалуйста, я про то и говорю, что это не сложно, не нужно тратить много времени. И, в общем-то, все возможное было бы желание. То есть практически в каждом городе такая возможность есть. Ну, вот, дорогие друзья, мы попытались в сегодняшней программе рассказать, что бывает, если не следить за своим здоровьем. И попытались рассказать, что следить за ним, ну, по крайней мере, не так уж сложно. На этом прощаемся со зрителями. Спасибо, Александр Владимирович. И до следующей встречи, видео. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»